История очень простая. Рядом с их двухэтажным домом один цокольный этаж был одноэтажный. Людей расселили и на месте одноэтажки строят... А теперь строят пятиэтажный дом, причем с заглублением на целый этаж. Здесь построили шпунтовые ряды с нарушением требований строительных норм. Эти нарушения отражены строительным надзором. В связи с этим была прекращена стройка. Но нам застройщик сказал, что денег у меня много, у меня связи, я как строила, так и буду строить. В итоге никакие не были устранены эти все нарушения. Помимо того, что дом расположен с нарушениями этих норм отступов... Ну да, там что-то совсем близенько около вас. Но она еще отошла от требований проекта. То есть дом сместила еще больше в нашу сторону. И при этом прокуратура в своих ответах дает, что все свои ответы обосновывает тем, что здесь достаточно расстояния, метр семьдесят. На самом деле тут и метра нету. Она все это, значит, придвинула. И вот на сегодняшний день это мина замедленного действия. При том, что эти шпунтовые ряды зафиксированы, устроены. Там заглубление колоссальное. Значит, гром будет сейчас сползать потихонечку. У нас уже трещины прогрессируют. Была комиссия, все это зафиксировали. То есть зафиксировали трещины? Трещины, да. Они убедились в том, что смещен дом сюда, в нашу сторону. Это действительно не только нарушение норм родостроительных, но и нарушение требований строительного надзора. Она отошла от требований проекта. При этом, я же говорю, прокуратура нам отвечает, все окей, все замечательно. А прокуратура какая? Прокуратура всех уровней. Причем, опять же, реакция прокурора на защиту прав человека. Обращались в районную, меня лично. Сказали, выйдите вон отсюда, вы безграмотные. То есть, все к тому, чтобы мы нанимали адвокатов. За это надо платить, на долг нас не хватит. И на этом все закончится. Мы пошли в город. А какая перспектива? С прокуратурой все ясно. А какая перспектива у вашего дома, если все это будет построено? Лакомый кусок в центре города, по улице Пушкинской. Я считаю, что перспектива такова. Сделать наш дом аварийным, чтобы потом заполучить этот лакомый кусок. За шапку сухарей.